Медалей у мастера спорта России, двухкратного бронзового призера полуфинала России, бронзового призера Кубка России, Кубка вооруженных сил и абсолютного чемпиона Забайкальского края по гиревому спорту больше сотни. В ЛОНУД Евгений Иванов едет за титулом мастера международного класса. Но чтобы собраться на состязание, гиревику пришлось столкнуться с финансовыми трудностями. Я сейчас купил билеты туда-обратно, это 3 тысячи, стартовый взнос это 12 тысяч, то есть получается проживание около 12 тысяч, ну и питание туда, то есть суточное, то есть это уже где-то 20 с лишним тысячи. Это уже не первый самооплачиваемый выезд спортсмена за пределы региона. Как отмечает сам Евгений, за всю его спортивную карьеру Краевое министерство спорта лишь раз оплатило поездку. И то по возвращению спортсмена в Читу через 4 месяца. Как только пришел официальный вызов на грядущие соревнования в ЛОНУД, титулованный гиревик сразу же обратился в региональное Минспорта. Мне позвонили, сказали, что мое письмо перенаправлено в региональное отделение. Мне позвоню им, спрашиваю, мне говорят, что ничего не пришло, денег нет. Я говорю, ну и как мне быть? Ну вот так вот, денег нет на данный момент. Письмо Евгения еще бы долго путешествовало по кабинетам власти, если бы спортсмен не решил придать огласке свою историю. И как только телеканал ЗАПТВ обратился за разъяснениями в Минспорта Края, деньги тут же нашлись. Дошло до того, что исполняющий обязанности министра спорта Края Виталий Ломаев накануне лично позвонил Евгению Иванову и попросил прийти за деньгами 29 июля. За счет спонсорских денег мы нашли ему деньги на поездку, деньги уже выделены. Федерация, которую возглавляет Евгения, она сейчас в данный момент молодая федерация. Там были небольшие проблемы с аккредитацией, не вовремя подали документы. Когда федерация не вовремя подает документы на аккредитацию, здесь возникают проблемы с их финансированием. То есть у нас нет законных оснований для того, чтобы их финансировать. Однако Андрей Середкин так и не дал конкретного ответа, будет ли дальше Минспорт финансово помогать своим спортсменам.